Как получить разрешение на пребывание для членов семьи? Что означает термин «воссоединение семьи»? Пребывание с иностранцем или другие обстоятельства? Что подойдет для тебя? Узнаешь в сегодняшнем видео. Свои вопросы ты можешь задать в комментариях и обязательно подпишись на наш блог, чтобы получать больше информации о ведении жизнедеятельности в Польше. Конвенция ООН об охране прав человека говорит о том, что нельзя разделять семью. В связи с этим в Законе об иностранцах в Польше есть три статьи, которые регулируют так называемый термин «воссоединение семьи». Статья 158, которая регулирует пребывание члена семьи гражданина Польши. 159 статья, где речь идет о пребывании с иностранцем. И статья 187, параграф 1, пункт 8, который регулирует так называемые другие обстоятельства. С первым пунктом все понятно, но и с остальными есть много вопросов. Давай разбираться. 159 статья регулирует получение той самой карты побыта с доступом к рынку труда и возможностью открывать ИП для членов семьи иностранцев, которые имеют карту сталого побыта, карту резидента ЕС, разрешение на пребывание, выданное минимум два года назад, разрешение на работу в профессии, требующих высоких квалификаций, то есть блюкарт. Все остальные случаи относятся к статье 187, которая дает право получения карты побыта для супругов, детей или родителей иностранцев. В объяснении ты вписываешь побыть с менеджем, с женом, цурком, с сыном, либо же ойцем или мамом. Получение карты по другим обстоятельствам означает, что ты получаешь зазворение на побыт часовым, в отличие от пребывания с иностранцем, доступа к рынку труда у тебя не будет. Поэтому для того, чтобы легально работать, работодатель должен будет сделать для тебя разрешение на работу. Определенным плюсом карты по воссоединению с семьей является то, что цель твоего пребывания это нахождение с супругом. Это означает, что ты можешь без проблем находиться в Больше, никакая привязка к работодателю и прочие формальности тебя не касаются. Пока действует карта твоего супруга, твоя карта побыта также действительна. Для получения карты побыта по воссоединению с семьей тебе необходимо подтвердить цель пребывания, наличие средств на содержание, наличие места проживания и страховка. А теперь разберем по порядку. Для подтверждения цели пребывания требуется свидетельство о браке или о рождении, в зависимости от того, кто делает документ супруг или дети, а также копия паспорта или разрешение на пребывание супруга или родителя. Помни о том, что все иностранные документы должны быть переведены на польский язык польским и присяжным переводчиком, и перевод должен быть сделан с оригиналом. Необходимо подтвердить наличие средств на проживание, то есть на каждого члена семьи должно быть не меньше 600 злотых нетта. Это можно сделать с помощью трудового договора или финансового отчета о предпринимательской деятельности. Обязательно нужно предоставить справку о доходах, ЗУС РЦА или защвечению о зарубках. Семьи, где работают оба супруга, можно предоставить документы обоих членов семьи. Наличие места проживания подтверждается договором о ренте жилья, пропиской с заявлением от владельца жилья. Перед выдачей решения инспектор должен убедиться, что у вас есть где жить в течение следующих трех месяцев. Если у тебя заканчивается договор и решения по твоему делу еще нет, продли его и прикрепи к своему делу как можно скорее. Страховка же подтверждается припиской семьи ЗУС для тех, кто работает или ведет предпринимательскую деятельность, либо наличие частной страховки во всех остальных случаях. Необходимо также предоставить подтверждение уплаты страховых взносов. Для тех, кто пользуется государственной страховкой, достаточно взять распечатку декларации ЗУС РЦА или уплаты страхового взноса. Вы можете подавать документы одновременно для всей семьи, либо же после того, как супруг получит разрешение на временное пребывание. Если подаваться одновременно, твое дело начнут рассматривать после того, как супруг получит решение. Мне часто задают вопрос, можно ли подаваться на карту побыта по воссоединению семьи, если ведешь предпринимательскую деятельность? Этот вопрос является индивидуальным, потому что ужин может усомниться в цели твоего пребывания. Если цель – это пребывание с супругом, но ты еще и ведешь ИП, то так называемые другие обстоятельства тебя не касаются. При подаче документов по 159 статье, то есть по пребыванию с иностранцем, могут поставить под сомнение целесообразность цели твоего пребывания. На это могут повлиять такие факторы, как доход и специфика работы твоего супруга. Каждый случай рассматривается индивидуально. А можно ли совершеннолетний ребенок сделать карту по воссоединению семьи? По 159 статье это можно сделать, если подтвердить причину, по которой совершеннолетний ребенок находится на твоем содержании. Например, потому что учится. В других случаях может понадобиться заключение умовы ренты или составление индивидуальных объяснений. Привязать родителей к себе можно только по 187 статье с заключением умовы ренты, которая обязывает вас выплачивать сумму на их содержание. Этот договор нужно нотариально заверить и зарегистрировать налоговой. А также нужно предложить документ, подтверждающий наличие у тебя официальных доходов на покрытие твоих обязательств. Помни о том, что ты всегда можешь обратиться к нам за консультацией. Оставляй свой номер телефона на нашем сайте и мы будем рады тебе помочь. Это проект «Справочник иммигранта». До встречи!